Ребята, всем привет! В честь того, что на канале уже 10 тысяч подписчиков, на данный момент, по-моему, 11 тысяч подписчиков. Как я вам и обещала, сегодня буду снимать видео «Вопрос-ответ», «Q&A», отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задали в YouTube и в Instagram. Вот, для этого я сегодня приехала в Олимпийский парк, потому что дома, если честно, снимать уже как-то поднадоело. В Олимпийский парк я приехала для того, чтобы показать вам танпун, то есть осенний листопад. Единственное, я немного поздно спохватилась, мне кажется, осеннего листопада здесь уже не будет видно, то есть красивых трехцветных деревьев. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, я и найду что-нибудь красивое вам показать. Естественно, как обычно, не я одна приехала в парк посмотреть на листопад, тут очень много народу, а я вот еле-еле нашла тропинку, где народу поменьше. Постараюсь найти такие тропинки, потому что где много народу снимать просто невозможно. Сразу же в таком вот красивом месте хотела ответить на первый вопрос, на что я снимаю. Недавно я купила вот такую вот камеру Sony ZV1, очень знаменитая камера среди влогеров. Купила я бэушную камеру через приложение Tanguy. Сегодня, кстати, первый раз, когда я буду снимать на эту камеру, пожелайте мне удачи, я до сих пор еще не знаю, как ее пользоваться. Вот. А до этого я снимала на мой телефон iPhone XR. Как вы заметили, качество довольно хорошее, но если долго снимать на этот телефон, не хватает зарядки, не хватает памяти, в общем, проблем очень много, поэтому решила купить камеру. Самый первый вопрос, мне кажется, который очень многих интересует, на кого я учила и как я вообще выучила корейский язык. В общем, я закончила бакалавр в университете Яну имени Гумилева в Астане по профессии востоковедения с уклоном на корейский язык и литературу. На тот момент у меня был очень хороший преподаватель, носитель из Сеульского национального университета. К сожалению, она не знала английского языка, мы не знали корейского языка. В общем, вначале было очень трудно поддерживать коммуникацию, проводить уроки, но со временем мы начали друг друга понимать. Если честно, я немного пожалела о выборе моей специальности, сейчас расскажу почему. В общем, для того, чтобы выучить язык, не обязательно поступать в университет, это вообще пустая трата времени и денег. Если вы просто хотите выучить корейский язык, то советую вам просто пойти на языковые курсы, либо выучить язык самим, используя различные онлайн-ресурсы, потому что в университете, кроме языка, вы также будете учить различные предметы, общие предметы, такие как социология, экономика, физкультура и так далее. В общем, всё то же, что мы обычно проходим в школе. Например, у меня, когда я училась в Вину, мы язык учили усердно только первый год. Первый год, то есть у нас очень много было уроков по языку, но, к сожалению, после первого года уроки по языку, они вообще куда-то пропали, и у нас вместо этого было очень много уроков по вот таким вот общим предметам. Абсолютно бесполезные предметы. Я вообще ничего не помню из того, что я выучила в университете, стыдно, конечно, признаться. Поэтому я считаю, что если вы просто хотите выучить язык, не надо поступать в университет. Это пустая трата времени и денег. Если честно, я уже немного запуталась. Я как бы спланировала себе весь курс, как я буду гулять по парку, всё направление, но я уже запуталась, где я и вообще куда я иду. Вот там вот, ребята, вы, кстати, можете увидеть такую знаменитую достопримечательность этого парка. Называется «Одинокое дерево». Оно стоит прямо посередине такого пустого поля, поэтому оно и называется «Одиноким деревом». В общем, ещё один самый популярный вопрос, который всех интересовал. Скажите, пожалуйста, за какую сумму вы снимаете квартиру? Сколько стоит аренда, к примеру, вашего типа квартир? Где лучше жить студентом и так далее. В общем, на канале уже есть видео о видах жилья в Корее. Я его снимала, примерно, наверное, год назад. В том видео я дала очень много информации. Я рассказывала, какие есть виды жилья в Корее, сколько они стоят. Называла прямо точные цены. Можете пойти посмотреть это видео. Насчёт моей квартиры. Моя квартира относится к типу офистелей. Опять-таки, в видео я уже называла, сколько стоит аренда офистелей в Корее. Но моя квартира по площади, она просто, ну, очень крошечная. Плюс она находится в районе, который считается, ну, не очень популярным. Поэтому аренда моей квартиры, она стоит немного меньше, чем аренда обычных офистелей. Я не буду называть точную стоимость тут, потому что я хочу, чтобы вы пошли, посмотрели то видео. Потому что там я даю, ну, очень много полезной информации. И те, кто хочет приехать в Корею, обязательно должны его посмотреть. Такая, иду, иду. И заметила там такая, ну, большая толпа людей. Не знаю, что происходит. А, по-моему, это хайкинг-группа. Там написано, что это что-то связанное с хайкингом. Прикольно. Был еще такой интересный вопрос о масках. Вы до сих пор ходите в масках. На самом деле корейцы, они массово носили маски еще до наступления короны. Тут люди часто надевают маски, когда болеют. Или когда, ну, кожа не очень, на лице что-то выскочило. Но, мне кажется, самая главная причина, по которой люди тут носили маски и до короны, это была мелкодисперсная пыль. До сих пор была и есть. Временами, ну, пыли настолько много то, что сложно даже увидеть здание вдалеке. Из-за этого люди всегда тут носили маски в определенные сезоны. Сейчас можно не носить маски, когда вы гуляете на улице, на свежем воздухе. Но когда вы заходите куда-нибудь внутрь, в общественный транспорт, когда вы в офисе, когда вы в кофейнях, в ресторанах, везде нужно носить маски. То есть это такой закон на данный момент. Если вы не носите маски, то на вас могут наложить штраф. Я даже видела, как по метро ходят сотрудники и проверяют, все ли носят маски. Почему я влогер и почему я решила завести ютуб? В общем, у меня есть длинная и короткая версия данной истории, но, наверное, сегодня расскажу вкратце, потому что я хочу ответить на побольше ваших вопросов. Пару лет назад я, в общем, активно вела инстаграм, но потом по разным причинам у меня пропал интерес к этой платформе, и вместо инстаграма я решила вести ютуб. Я всегда любила снимать, редактировать видео. Помню еще в старшей школе у меня было такое хобби. Ютуб на данный момент это просто дорогостоящее хобби, которое занимает, ну, очень много моего времени. Но, тем не менее, это очень интересно. Многие также задавали вопросы, связанные с моей работой, то есть кем я работаю, где я работаю, спрашивали имя компании и так далее. Я об этом уже рассказывала в моих других влогах. На данный момент я работаю контент-криэйтором, или, наверное, точнее сказать, редактором контента, потому что я ничего не создаю. Я не создаю контент, я его просто редачу. Я работаю в стартапе, который находится в Сеуле. В общем, как я нашла свою работу, мне очень посчастливилось. Моя подруга увидела вакансию этой компании на каком-то веб-сайте по поиску работы и скинула, отправила мне эту вакансию. Я пошла на собеседование, и к моей большой радости прошло это собеседование, и меня взяли на работу. Вообще, когда я искала работу, и как я вообще нашла свои прошлые подработки, я использовала такие популярные веб-сайты по поиску работы, как Job Korea, Saramin, Job Planet, Albumon и так далее. В общем, если вы просто, наверное, погуглите, эти веб-сайты сразу первыми выйдут. Сложно ли найти работу в Корее? Ну, опять-таки, как сказать, всё зависит от человека, от его способностей. Если вы не владеете корейскими или английскими языками на уровне носителя, если вы не айтишник, то найти работу, естественно, ну, очень-очень-очень сложно. Я помню, как я сама страдала и просто искала работу месяцами, не могла найти работу. На самом деле спрос на русскоязычных профессионалов тут очень маленький, работы очень мало, СНГшников очень много. На самом деле, мне кажется, такая ситуация во всех странах. На данный момент, мне кажется, всем везде сложно найти работу. То есть такое не только в Корее. Но, как вы видите, работу найти сложно, но возможно. Раз я смогла, то вы тоже сможете. В общем, я сейчас стараюсь выйти к главному входу, вот к тем воротам большим, символическим. Это вход в Олимпийский парк. Я, кстати, приехала, пропустила свою станцию, поэтому зашла как-то сбоку. Вот, поэтому, может быть, и запуталась. Следующий вопрос, есть ли у вас вторая половинка, встречаетесь ли вы с кем-нибудь? На данный момент, нет, у меня нет второй половинки, я ни с кем не встречаюсь. Если честно, на это не хватает просто ни сил, ни времени. Сейчас я очень занята работой, очень занята Ютубом. Вот. Ещё, кстати, кто-то из подписчиков спросил, нравится ли мне корейские парни. В общем, чем они отличаются от наших парней. Ну, на самом деле, отличий очень много. Мне кажется, о них можно разговаривать часами. Самое большое отличие, которое мне сразу бросилось в глаза, когда я приехала в Корею, это то, что парни здесь очень любят за собой ухаживать. То есть, используют все средства по уходу за кожей, за волосами. Многие также занимаются тренировками, ходят регулярно в спортивный зал заниматься. А также уделяют большое внимание тому, как они выглядят, своей одежде, своему стилю. Вот. Некоторые парни, даже, особенно если поехать в какой-нибудь популярный модный район, там можно увидеть много парней, у которых есть макияж на лице, то есть, которые наложили себе BB, Foundation, там, блеск на губы и так далее. Такое тоже есть. Мое отношение к корейским парням, ну, если честно, нейтральное. Я бы не скажу, что они мне прямо сильно нравятся или прямо сильно не нравятся. Я, наконец-таки, вышла главным входом. В общем, вот это вот флаги тех стран, которые участвовали в Олимпийских играх 1988 года. И вот самые главные ворота Олимпийского парка. Родители, ваша семья на это реагирует, что вы переехали. Приезжаю ли я к своей семье? А на самом деле я в Казахстан приезжала только, наверное, 4 года назад. Потому что, если честно, у меня нет сейчас смысла приезжать в Казахстан, так как вся моя жизнь сейчас в Корее, у меня работа в Корее. Вот. И когда я поступила на стипендию 5 лет назад на KGSP в 2018 году, если быть точной. Здесь столько мушек. В общем, когда я поступила на стипендию, естественно, моя мама сильно переживала, начала плакать, говорила, как ты можешь там быть одна целых 2 года. На самом деле я сейчас уже здесь живу лет 5. Но мы понимали то, что это очень хорошая для меня возможность. Мне покрывали всё, вплоть до перелёта, проживания. У меня была месячная стипендия. Это была такая возможность, от которой просто нельзя было отказываться. И последний вопрос. Собираюсь ли я остаться в Корее? Нравится ли мне в Корее? Конечно, мне в Корее нравится. Это просто замечательная страна. И собираюсь ли я остаться тут или нет, на самом деле зависит не от меня. Это зависит от решения иммиграционки. Дадут ли они мне визу, продлят ли они мне визу. Если даже они решат мне продлить визу, то насколько они мне её продлят. То есть от этого тоже очень многое зависит. И, кстати, примерно через месяц-два я буду продлевать визу. Очень из-за этого волнуюсь. А так, естественно, если мне продлят визу, я бы хотела бы ещё чуть-чуть побыть в Корее. Вот. На этом, в принципе, всё. Спасибо большое за просмотр этого видео. Спасибо за то, что задали мне такие интересные вопросы. Надеюсь, что на многие ваши вопросы я ответила. Если у вас есть ещё какие-то вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Оставляйте мне сообщения в Инстаграме, я на всё отвечу. И на этом заканчиваю наше видео. Надеюсь, вам понравился Олимпийский парк. Очень классный парк. Увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok